По распоряжению Министерства образования Новосибирской области в школах осуществляется выдача продуктовых наборов, которые уже окрестили сухпайками. Всю прошедшую неделю их раздача происходила в ленёвских школах. Право на получение продуктового набора предоставлено тем, кто при посещении школы питался бесплатно. Это дети из многозетных и малообеспеченных семей, а также ученики с ограниченными возможностями здоровья. Дети, как они питались в школе, 45 рублей в день у них идёт. Вот на 19 дней, 6 апреля и до конца, им вот это вот посчитали, вот эта сумма выходит. По 45 рублей. ОВЗшники, маленькие дети до 5 класса, до 11 лет у них был поменьше набор, у них 123 рубля в день идёт. Был 2337, если надо, у меня такая есть бумажечка, я вам покажу. Наборы все забрали, у меня их всего 3 человека. Потому что большим с 5 класса это уже 140 рублей в день у них идёт, поэтому набор был за 19 дней. Цена продуктовых наборов и их примерный состав определялись управлением образования. Школы формировали состав в зависимости от договоров с поставщиками. В конечном итоге во всех ленёцких школах наборы получились примерно одинаковые. В третьей школе раздача сухпайков началась в понедельник. Родители уведомились заблаговременно, чем обеспечили хороший поток получателей. В понедельник очень активно шли, мы не успевали даже. А сегодня уже у нас всё приготовлено, уже всё есть, поэтому сегодня... Ну а реагирует-то как? Нет, хорошо реагирует, но, конечно, все довольны. Даже получили бесплатно всё это, это нормально. Все удивлены, всем нравится всё это. Если кто-то что-то говорит, если, может, дети не едят это или что-то, мы поменяем. Например, вместо горошка мы можем тушёнку вам дать и всё. По цене это одно и то же выходит. Пожалуйста. За несколько дней работникам школы предстояло выдать 154 продуктовых набора по спискам многодетных и малообеспеченных. Три набора для младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. В этой же категории, но для ребят с 5 по 11 класс, было сформировано 11 наборов. Вот сухпайок за 855 рублей. Сахар, молоко, мясные и рыбные консервы, чай, какао, сок, макароны, рис и гречка, сладости. Набор за 2660 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья среднего и старшего школьного звена. В его состав входят те же продукты, только в большем объёме, плюс сгущенное молоко и подсолнечное масло. Для семей, оказавшихся в условиях карантина, эти продуктовые наборы придутся весьма кстати. Это своевременная и нужная поддержка. Да, нужна, нужна обязательно. Особенно многодетным и малоимущим очень нужна. Я думаю, пригодится им. Ну, я думаю, для многодетной семьи это будет не лишнее, я бы так сказала. Ну, сейчас вы смотрели, довольны, вы сказали, что ничего. Очень спасибо за все. Я знаю, есть такие семьи, вот я с ними встречалась, у них трое маленьких детей ходят в школу. И мама была очень рада, потому что у них проблемы были с работой. И она прям плакала, благодарила вот за эти сутки. Раздача продуктовых наборов в третьей школе длилась четыре дня, с понедельника по четверг. Задачей работников стала выдача всех сухпайков. А кто не придет, я адреса взяла, я им довезла, чтобы до мая доставить. У меня вон все адреса есть, машина есть. Надо привезти. Конечно. Ну, а что нам, зачем их оставлять? Может, действительно у человека что-то случилось, что он не может. Поэтому мне недолго съездить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!